Всем привет! С вами Наташа Беларусь и я рада видеть вас на своем канале. Девчонки, сегодня я хочу познакомить вас с бюджетным, но достаточно качественным российским брендом косметики Фирин. Мое знакомство с этим брендом началось именно с этого продукта. Он мне очень понравился и я решила узнать, что же это за компания, где вообще все это можно приобрести и что это за зверь такой, в принципе, кто производит. Потому что ранее я об этом бренде вообще ничего не слышала. Я узнала, что это российская марка, но сырье свое для производства этой косметики они закупают в Европе. Огромное количество белорусских, вернее, ведущие белорусские компании работают по точно такому же принципу. То есть косметика производится на территории Беларуси, в данном случае на территории России, но сырье для этой косметики закупается в Европе. Допустим, вот на компактной пудре от Фирин написано, что ингредиенты высокого качества произведены в Италии. То есть само качество этого сырья должно быть хорошим. Мое знакомство, как я уже сказала, началось с вот этого вот продукта, в который я действительно влюбилась. Он мне понравился и я решила прикупить дальше косметики для того, чтобы ее протестировать и рассказать о ней вам. Девчонки, это тот продукт, с которого я вам точно так же советую начать знакомство с этим продуктом, это румяна. Продаются они вот в такой вот упаковочке, у меня уже три оттенка этих румян и называется румяна легкое прикосновение. Давайте сначала по упаковочке, это обыкновенная пластиковая упаковочка, внутри у нас 5,2 грамма продукта, здесь у нас первое деление сами румяшки, внутри открываете удобное небольшое зеркальце и кисточка. И всего в таких продуктах, при том, что эти продукты на самом деле бюджетные, такие кисточки вообще не рентабельные, работать с ними невозможно. Чаще всего просто выбрасываешь и не пользуешься кисточками из этих упаковочек. Но, девочки, кисточка здесь оказалась, во-первых, натуральная, во-вторых, она мягкая и она правильно пострижена. Это, естественно, не набранный воск, это стриженая, она немножко линяет, вот она у меня новенькая, чуть-чуть вылазит, но это совершенно не критично. Она правильно пострижена, видите, она пострижена конусом, за счет чего легко ей набирать продукт, да, и в дорожных условиях, да, естественно, это не самая удобная кисть, но она рабочая. Это натуральный ворс, она сразу дает вам растушеванную красивую линию на ваших щечках, поправить макияж, нанести этой кисточкой румяна, вы очень даже сможете. Мне кажется, что это огромный плюс к этим румяшкам. И что же у нас эти за румяна? У меня три оттенка, вот этот вот оттенок, это больше оттенок именно бронзера, скульптора, красивый бежевый цвет. Сейчас вам сделаю сводч, и девочки, это великолепная румяна, смотрите, какой красивый цвет. Это номер, кстати, девочки, 206. Следующий оттенок номер, сейчас вам скажу, следующий оттенок это номер 203, и это очень красивый освежающий оттенок, уже с легким шиммером, персиково-коралловый цвет. Вот он вот такой вот, очень красивый освежающий оттенок. И номер следующий у меня 204, это уже сложный такой бежево-персиково-коралловый оттенок, вот этот вот оттенок уже матовый, и он будет очень круто освежать. Особенно возрастных девочек сбрасывать как минимум лет 10. Посмотрите, какой невероятно бежевый такой коралловый сложный цвет. В общем, девочки, румяна хорошо пигментированные, они шелковистые. Что нам здесь заявляет производитель? Легкое прикосновение, румяна компактная, шелковистая текстура и сверхтонкий помол позволяет легко наносить и растушевывать румяна с помощью специальной кисточки. И на самом деле, девчонки, румяна пигментированные, но они настолько шелковистые, они так мягко ложатся на коже, что вы никогда не поставите с ними пятен. Смотрите, я вот просто голую на руку нанесла, и посмотрите, как они хорошо растушевываются. Смотрите, то есть пятен почти не остается. Вы можете растушевать эти румяна в легчайшую дымку. Также, если вы будете наслаивать эти румяшки, у вас получится достаточно интенсивный и яркий румянец. Далее, я обратила внимание свое вот на такой вот продукт, и это у нас пудра компактная 2 в 1. Но первое, это опять же упаковка. Я была удивлена, потому что это на самом деле бюджетный бренд. Но смотрите, внутри у нас очень красивый пыльничек. На пыльничке у нас выбита гравировка фирин, то есть бренда. И внутри у нас сама пудра. Ничего вам не напоминает? Кстати, если вам что-то напоминает, напишите внизу в комментариях, что конкретно, какой бренд вам напоминает. И у нас компактная пудра, большое удобное зеркало, здесь ограничитель пластиковый и, собственно говоря, ой, сама пудра. Пудра у меня во втором оттенке, она достаточно светлая. Первый оттенок, он еще более будет светлый, если вы белоснежка и не могли найти, часто знаете, пудры итальянские, там французские, они достаточно темные. Если вы не могли найти светлую пудру для белоснежек, то однозначно можете брать первый оттенок, и она вам будет светленькая и хорошо подходить. Пудра мелко помолотая, она очень шелковистая, достаточно светленькая. Эту пудру можно наносить как влажным способом, так и сухим. Она хорошо распределяется, неплохо закрепляет макияж, и этот продукт мне точно так же понравился, как и предыдущие румяна. Далее продукт, который мне не меньше понравился, девчонки, это российская тушь. Я не думала, вот честно не думала, что российская тушь мне понравится. Девочки, называется она невероятный объем, объем разделения изгиб. Ну прям производитель указал, ну все, и объем, и разделение, и изгиб. Так что же на самом деле делает эта тушь, и какая она на самом деле? Объема супер большого, я от нее не увидела. Но за счет того, что здесь очень качественная силиконовая щеточка, да, щеточка. Знаете, есть силиконовые щеточки, когда они некачественные, они очень колят глаз. Дотронулся, как будто просто иголкой тыкнул себе в нежную кожу века. Вот здесь вот усики вот эти, они мягенькие, да, они не царапают ваше веко, и они правильно расположены, да. Они тоненькие, куда ресничка западает между этими усиками, и хорошо прокрашивается, поднимается, и держит потом изгиб. Само качество туши мне точно так же понравилось. Она черная, она неплохо держится, не осыпается в течение дня, да, нет никаких отпечаточков. И тушь действительно классная. Если вы любите силиконовые щеточки, здесь действительно качественная силиконовая щеточка. И сама тушь точно так же заслужит вашего внимания, как и первых предыдущих два продукта. Далее, девчонки, у нас большое количество продуктов для губ. Здесь у нас и матовые помады, и блески, и классическая кремовая версия, и матовая версия в стике. Сейчас я вам все расскажу, на что же стоит обратить свое внимание. Раз уж я держу в своих руках вот эти вот матовые помады, девчонки, это, опять же, российского бренда Фирин матовые помады. У меня два оттенка, сейчас я вам покажу свочи. 403-й, это нюдовый пыльно-розовый цвет, и 412-й, это сложный такой свекольно-сливовый цвет фуксии, сложный оттенок. И, девочки, это матовые помады муссовой консистенции, которые не застывают на ваших губках и не фиксируются до конца. Но зато эти помады, они, во-первых, не пересушивают губы, потому что матовые помады, стойкие матовые помады, которые застывают, они пересушивают губы, подчеркивают, да, всю текстуру и совершенно не подходят, допустим, возрастным губам. То вот такая вот текстура матовая, именно бархатная, знаете, мне хочется называть такую текстуру именно матовой, вот такая текстура, она более подходящая именно текстурированным губам. Да, эта текстура отпечатывается, она не застывает в полную пленку, да, но за счет этого она очень комфортно и красиво лежит на ваших губах, не подчеркивая текстуру, не добавляя возраста вашим губкам и создавая красивый бархатный финиш. Вот этот вот оттенок 403, нюдовый, пыльно-розовый и яркий оттенок, это номер 412. Мне эти помады понравились, я с удовольствием им и пользуюсь и вы у меня, когда вот этот вот оттенок у меня на губах, вы постоянно у меня спрашиваете, что за красивенный цвет, Наташа, у тебя на губах. Далее давайте мы поговорим с вами о блесках, дивное сияние, блеск для губ, увлажняющая формула с натуральными маслами, восками и витамином С и Е. Девчонки, это классический глянцевый блеск для ваших губок, если любите, я блески не очень люблю, но иногда, иногда все-таки пользуюсь. Давайте я нанесу сейчас этот блеск на свои губы, поверх помады, вы посмотрите, как он красиво блестит. Красивый полупрозрачный эффект, если любите такие лайтовые продукты, то можете обратить свое внимание. Вот такой вот красивый глянцевый финиш у нас с вами получается с помощью этого блеска. И дальше продукт, который мне безумно понравился, и у меня этих помад аж пять. Пять помад, которые называются Zephyrius. Если я правильно прочитала название, я взяла себе целых пять оттенков, потому что они невероятно красивые. Это классическая кремовая версия помад. Эти помады хорошо увлажняют губы, они опять же не подчеркивают текстуру, знаете, не западают в складочки, не скатываются в белую полоску. Это хорошая классическая кремовая помада с увлажняющим финишем. Если вы давно искали что-то для себя подобное, самое главное, что бюджетное и доступное, то вы можете обратить внимание на компанию Fearing и вот эту вот серию Zephyrius. Я сейчас покажу вам свои оттенки для того, чтобы вы могли определиться с цветом. Давайте по порядку, сейчас я их все достану и покажу вам все оттеночки. Девчонки, первый номер это 912 оттенок и это светлый персиковый цвет. Такой оттенок моно будет выбеливать вам губки, но если этим оттенком добавлять его к вашим каким-то насыщенным более оттенкам, да, вот этот цвет будет очень красиво освежать любую вашу помаду. Оттенок 917 и это точно такой же светлый легкий нюд, знаете, это что-то ваши губы только лучше, но ввиду, что это достаточно светлый оттенок, он будет хорошо подходить именно светленьким девочкам, не светленьким цвету волос, а именно светлокожим. 921 оттенок это точно так же идеальный бежевый нюд, очень похожи, да, оттенки между собой, только имеют легкие разные потоны. Персиковый, розовый и бежевый нейтральный. 912, 917 и 921. Следующий оттенок 926. Девчонки, вот такие вот оттенки очень круто подходят при возрастных макияжах, они очень хорошо освежают. Это сложный коралловый пыльно-розовый цвет. И номер 933, это уже пыльно-розовый с лиловым подтоном оттенок. Кремовые помадки Zephyrus от этого бренда мне понравились больше всего, но помимо этого у этой компании есть еще другие линейки. Вот такая вот вельветовая линейка. Это, девчонки, уже, я бы даже сказала, не столько вельветовая, сколько именно матовая помада в стике, если вам не подходят. Стойкие матовые помады, как я уже сказала ранее, если у вас текстурированы либо возрастные губки, вам однозначно подойдет вот такая вот помада в стике. У меня это 507 оттенок, очень сложный, красивый цвет. И это именно матовая, девочки, помада. Она не дает вообще никакого блеска, но одновременно она хорошо пигментирована, она не западает в складочки и не подчеркивает текстуру на ваших губах. 507 тон. Также я взяла попробовать и другие линейки. Вот такая вот серебристая Super Rich. Это классическая кремовая версия помад. И вот такая вот в золотой упаковочке, это уже такая более увлажняющая, именно скользящая помадка. У меня оттенок номер 87. Такая лайтовая версия на каждый день. Вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать. Если была вам полезна, обязательно ставьте класс. Заходите ко мне в гости в ВКонтакте, в Инстаграме. Буду рада каждому гостю. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok